Живучий. Ребенок нужен? Нет. Это первое в России кино, в котором тема аборта стала центральной и настолько душераздирающей. Сложно назвать просмотр картины приятным. Здесь много душевных переживаний женщин до и после прерывания беременности. И слишком много суровой медицинской реальности. Основано на реальных событиях. Молодежь ревут, особенно ревут мужчины, как ни странно, потому что для них вообще это оказывается закрытая тема. Потому что сходила, что-то по-женски сделала, потом начались истерики, развелись, на этом все закончилось. А что там у них происходило, почему такая реакция, для них это вообще все. Откровение, что там с закрытыми дверями вообще с женщиной происходит. Съемки фильма длились три года. Сложнее всего, говорит режиссер, приходилось актерам, сыгравших врачей. Многое пришлось перечитать, иное вводило в шок. Поэтому на съемочной площадке артистов консультировали настоящие акушеры и психологи. Рекомендую всем посмотреть этот фильм. Мамам посмотреть со своими дочками, папам посмотреть со своими сыновьями. Потому что это действительно большая, большая такая сложная семейная история с драматургией. Ну и еще один пласт, это великий подвиг врачей. Барнаул стал 18-м городом, где состоялся закрытый кинопоказ с участием самого режиссера. Зрители, студенты, медики. Уже скоро им предстоит принимать не только роды, но и полностью консультировать тех, кто сам для себя не принял решение, оставлять ли ребенка. Реприка, которая меня прям задела и очень заинтересовала, когда главный герой сказал, мы же врачи, а не палачи. Фильм художественный, но в Барнауле большинство зрителей – представители медицинского сообщества, которые, казалось бы, знают все об этой теме. И может быть не случайно, только за прошлый год в Алтайском крае 4000 беременных обратилась за психологической консультацией. А это те, кто всерьез думал об аборте. Отговорить удалось только треть. У каждой женщины сыграл свой фактор. Жизненные обстоятельства, иные приоритеты, элементарное отсутствие поддержки близких. Когда партнер говорит о том, что я приму любое твое решение, это, по сути, оставляет женщину в состоянии безысходности. И она однозначно понимает, что она одна, и у нее нет поддержки. И единственным выходом она, конечно, видит аборт. Найти героиню, которая бы поделилась с нами своей историей, не удалось. Слишком закрытая тема. Однако многое действительно зависит от отношения и окружения. Ну и, конечно, когда я показала эмбриончик, модель эмбриончика, какой сейчас ребенок, она понимает. Она не понимала, что, оказывается, там есть ручки и ножки уже, и он вообще хлопает глазками. И тогда, конечно, у нее были слезы уже по другому поводу, и она все-таки решила оставить. Сейчас она уже родила этого ребенка. Право выбора есть у всех. Прервать в себе жизнь или оставить ребенка. Поддержать близкого или осудить его, достойно нести звание врача или быть тем самым палачом. Тема абортов, лежащей на поверхности, оказывается не такой простой. А фильм едет дальше по городам России. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.